Здравствуйте, друзья! Марайя Белл, американская фигуристка, занявшая на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 4 место в отсутствии российских фигуристок, рассказала о своих планах на следующий сезон, а также о перспективах женской сборной США на ближайшее время. Марайя рассказала, что на данный момент не приняла окончательного решения по поводу своей дальнейшей карьеры, однако отметила, что шансов на то, что она останется еще на 4 года практически нет. Но еще один сезон определенно возможен, особенно если не будет российских фигуристок, рассказала Белла в интервью в Figure Skaters Online. На вопрос журналиста о том, насколько сильная дисквалификация российских спортсменов влияет на решение американки, Марайя ответила, «Я была на чемпионате мира и видела, как отсутствие россиянок открыло двери возможностей многим фигуристкам», рассказала Белла в интервью в Figure Skaters Online. Отвечая на вопрос журналиста о том, какое будущее ждет американское женское фигурное катание после заявления Алисы Лью о завершении карьеры и неопределенности с будущим самой Белл, Марайя ответила, что в ближайшие два года американские фигуристки будут очень конкурентно способны на международной арене. «Совсем недавно мы видели, как Изаболи Вита выиграла юниорский чемпионат мира, и это было невероятно. Мы не знаем, что будет с российскими спортсменами. И ответ на этот вопрос очень важен», рассказала Белла в интервью в Figure Skaters Online. Со слов Белл, в нынешних условиях любая фигуристка из шести семи лучших чемпионатов США будет успешна на международном уровне. По сути, Марайя озвучила то, о чем думает весь мир фигурного катания, но старается этого не озвучивать. Отстранение российских фигуристов – это единственная возможность для второго эшелона добиться каких-либо успехов. Ну а насчет сил американского женского фигурного катания Марайя явно погорячилась. Да, Левита выиграла последний юниорский чемпионат мира, но куда важнее, сколько баллов она набрала. 205 – это, конечно, неплохой результат для нероссийской фигуристки, но и назвать его чем-то выдающимся нельзя. А если вспомнить, как Алисе Лью, которая в юниорах подавала огромные надежды, во взрослых резко сдала, то о перспективах Левита я бы загадывать не стала. Субтитры создавал DimaTorzok